Дорогие братья и сестры, уже Господь много напомнил нам этих истин и священного Писания, которые так важны для нас, чтобы нам в нашей жизни быть похожими на Иисуса Христа. И мы также будем еще читать Слово Божие перед тем, как в заключении будем молиться, благодарить нашего Господа Иисуса Христа. И мы прочтем 34 глава книги «Исход», 34 глава, будем читать с 12 стиха. 34 глава, 12 стиха. Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделали сетью среди вас. Жертвенники их разрущите, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их, ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его Ревнитель, Он Бог Ревнитель. Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут будодействовать вслед своих богов и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертв их. И не бери из дочерей их жен с сынам своим, дабы дочерь их Бога действует, вслед богов своих не ввели, и сынов твоих в блужение вслед богов своих. И мы слышали это предупреждение, чтобы быть верными Господу, чтобы любить Господа, чтобы Господь был на первом месте в жизни, в следовании за Ним. И поэтому, дорогие, наша жизнь, короткая наша жизнь, по сравнению с вечности, это миг. И как и в этой земной жизни, на дорогах мы видим знаки, которые ограничивают скорость. И есть, к сожалению, немало тех, которые нарушают, превышают скорость. И если спросить их, почему вы это делаете, и могут быть разные ответы, но тем не менее эти знаки, ограничивающие скорость, они именно напоминают об опасности. И также мы, следуя в этой жизни, живя в этой жизни, и наша жизнь здесь земная – это только маленький отрезок вечности. И на этом пути в вечность Бог также поставил ограничительные знаки, предупредительные знаки. А именно, Он дал Библию, Слово Божие, которое открывает волю Божью. И поэтому, когда мы читаем послание апостола Павла к Ефесянам, 5 глава, с 15-16 стихов, там стихи говорятся так, что «Итак, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, и дорожите временем, потому что дни лукавы, и познавайте, что есть воля Божия». И это предупредительный знак, он напоминает нам в нашей жизни, чтобы мы поступали что? Осторожно. Не как неразумные, но как мудрые. Чтобы мы проверяли по Слову Божьему нашу жизнь. И во втором послании апостола Павла к Тимофею, во втором послании, 2 глава, 19 стих, там говорятся такие слова, что «Познал Господь своих, да отступить от неправды всякий исповедующий имя Господне». Отступить от неправды, дорогие. И поэтому и многие другие места особенно вот наглашают, чтобы нам говорить истину друг другу, чтобы не говорить уже, потому что Бог любит праведную правду, Он сам праведен, любит праведника, и вот эти все предупредительные знаки, они также напоминают нам о том, что мы должны быть очень внимательны, и, как мы слышали, поступать осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые, наша жизнь проходит как миг, так быстро. И когда глядывайся назад, то, вот, как, вроде как, мне мой родной брат говорил, вот, вроде как бы и не жил. Так все мгновенно пролетело, а впереди уже, как Слово Божие говорит, готов нужное к переселению. И это нужное к переселению, и его в один миг, в один момент не приготовишь. Для этого надо время, надо подготовку, надо действительно быть мудрым, поступать мудро, по воле Божией. И мы слышали и эти слова, которые еще в Ветхом Завете Господь оставил на страницах Священного Писания, где мы читаем 34 глава, 12 стих. «Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, не вступай в союз, дорогие». И почему? Потому что уже израильский народ был в союзе с Господом. Уже он был собственностью Господа. И мы читаем об этом 7 глава, это книга Второзакония, 7 глава, 6 стих. И там такие слова. «Ибо ты, народ святой у Господа, Бога твоего, тебя избрав Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом и всех народов, которые на земле». Дорогие, также и в послании Коринчанам там говорится, что разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. И поэтому вы не свои. Прославляйте Господа и в телах, и в душах ваших, которые суть Божия. И поэтому мы, вступив в завет с Господом, в союз с Господом, мы уже не свои. Мы уже являемся собственностью нашего Господа Иисуса Христа. И этот союз с нашим Господом, который мы заключили, когда принимали крещение, он исключает всякие другие союзы. И здесь также мы читаем предупреждение о том, что Бог не скрывает опасности и говорит, что народ тот будет блюдодействовать, и чтобы вот и тебе не поступить, и вот так, как они, вот, не склониться к их греху, вот, и, дорогие, быть в союзе, это значит делать тоже, вот. Да. И мы знаем, как израильский народ, когда отступал до Господа, когда он поклонялся идолам, то он поступал даже хуже языческих народов, и, в частности, когда мы читаем за царя Монасию, который насколько вот уклонился к этому дилу поклонства, что даже вот детей приносил жертвы в Молуху. Мы читаем об этом вот в 2-й параметре Пиминон, 34-го, 15-й, 16-й стихи, здесь говорится о Монасии. Да. И поэтому большая опасность вот попасть вот в такое обольщение, быть в союзе вот с этими языческими народами, и апостол Иоанн во 2-й главе, в 1-м послании говорит, что не любите мира, не того, что в мире, потому все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего, а мир этот что? А мир проходит и похоть и его, а исполняющий волю Божью, который твердо будет хранить завет с Господом, написано, тот пребывает вовек, вовек. И поэтому здесь также мы прочитали вот в 34-й главе книги «Исход» вот еще и о том, в 15-м стихе там говорится, «Чтобы вот не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвих, вот, чтобы вот не пригласили ко греху, и дьявол, он особо тактичен, дорогие, и он знает, что на принуждение, на приказ это мало может подействовать, а вот на приглашение, вот, как-то неудобно, вот, как-то неприлично отказаться, и поэтому, вот, он может так подойти, вот, мягко, вот, и, вот, пригласить, пригласить, и это часто может быть и в нашей жизни, что как-то трудно, вроде как бы неудобно отказать, а это же грех, и поэтому, дорогие, насколько необходимо бодрствовать. Я когда покаялся, меня несколько раз, иду в один магазин, а там сидит в коляске инвалид, говорит, возьми мне сигарет. Ну, это ж нам, как верующим, ни в коем случае нельзя. На заводе стою в очередь, в обедний перерыв, там буфет, очередь большая, мастерств участка подходит, возьми мне сигарет. Опять же же такое вот искушение. Поехал посещать сына в армии, только там до проходной, я там на вахте срочной службы стою, и там солдат, у вас нету закурить. И вот, знаете, насколько вот необходимо бодрствовать, чтобы немалодушевствовать, чтобы вот не попасть вот в эти сети, в этот грех, вот. И поэтому дьявол, он насколько может вот тактично пригласить ко греху. И здесь вот Господь предупреждает, чтобы тебя не вступай в этот союз, вот, с этим народом языческим, который изгоняешь из этой земли, чтобы вот тебе не пойти по следам, них Бог не скрывает этой опасности, и говорят, что этот народ будет богодействовать, принося жертвы идолам. Вот. И поэтому этот союз очень опасный. Почему? Потому что он предусматривает делать то же. Вот. Делать то же. И как мы дальше читаем, вот в 12, то есть, да, в 12 стихе там говорится, и не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью среди вас. Знаете, это большая опасность попасть в эту сеть дьявольскую. Вот. И с одного плена попасть в другой плен, вот, поклоняясь этим идолам, а их сколько сейчас вот в этом мире, в наше время, на каждом шагу этой идоли необходимо особо бодрствовать. И поэтому этот союз, который Господь заключил с нами, он усматривает, дорогие, все потребности человека, все до единой потребности, и что исключает всякую зависимость от кого-то и от чего-то. И Бог не терпит никакой зависимости. Почему? Потому что Он Бог всемогущий. Он силен восполнить всякую нужду, которая во благо нам, на добро нам. И мы видим, как вот и вот история с израильским народом, там в пустыне, Бог из скалы давал воду, и восполнял всякую нужду, пищу, эту манну, и ноги не пухли, одежда не бичала, там в пустыне 40 лет. И поэтому для Господа нетрудно, как и тогда в пустыне, из скалы дать воду и нам, дать все необходимое, лишь бы мы вот были верны Ему, сознавая, что мы в союзе с Господом, что мы Его собственность, что мы Его народ. Вот. И для достижения своих целей Господь может даже употреблять и людей, как написано, что и сердце царя в руках Господа, и как воды, куда хочет, Он поворачивает их. Это записано в книге Притч, вот, 21 глава, 1 стих. Вот. И мы знаем на примере Эсфирь, когда израильскому на городу грозило, вот, истребление, то Господь управил и сердцем царя, и все, вот, соделал, чтобы защитить свой народ. Поэтому, как мы читаем уже в притче, 16 глава, 7 стих, «Если угодны пути человека, то он и врагов примиряет с ним». И даже может для своих целей, вот, применять, вот, и птиц, и животных, как, вот, Илье, вот, носил пищу ворон, да, вот. А эта ослица проговорила, вот, человеческим голосом, куда надо было остановить пророка. Поэтому для Господа нет ничего трудного, вот. Но с нашей стороны Господь ожидает этой верности, верности Ему. Вот. И вот хотелось бы сказать, что этот союз, что он исключает всякую привязанность к чему-то или кому-то. И мы прочитали, почему. Потому что он говорит, «Я Бог ревнитель». Вот. «Я Бог ревнитель». И в послании Еакова говорится, что до ревности любит дух, живущий вас. Насколько Бог любит нас, и Он не терпит, вот, никаких идолов. И поэтому, дорогие братья и сестры, пусть и нам Господь поможет в нашей жизни вот твердо уповать на нашего Господа, помнить, что мы заключили союз с Ним, и что мы теперь являемся собственностью нашего Господа Иисуса Христа. И апостол Пётр в своём послании во 2-м, 3-й главе, 17-го стиха, хотелось бы в заключение прочитать такие слова. «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься с заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава ныне и в день вечный. Аминь». Помолимся.